Здесь спортсмены со всего Большого Сочи, а также Туапсинского района и Республики Абхазия. Ежегодный открытый городской турнир по тхаквандой ТЭФ с каждым годом собирает все больше участников. В этом году их около полутора сотен. Проводят соревнования в память о мастере спорта России Юрия Гораняне. И это для детей первые соревнования, первые старты, на которых они показывают свое мастерство, вот это начальное. И у них зарождается вот этот дух борьбы и дух спорта. Именно на таких турнирах юные спортсмены пробуют свои силы и набираются соревновательной практики, что крайне важно для любого борца, который стремится к высоким достижениям в спорте. У нас сейчас с этими соревнованиями в Эстонии проходит чемпионат первенства Европы, которые люди уже отобрались на соревнованиях. У нас прошли же чемпионат первенства России до этого. И за это для тех, кто уже не попал, и для начинающих эти соревнования, открытый турнир, это для младшего возраста. Ну а те тхаквандисты, за плечами которых уже не один турнир и десятки медалей соревнований разного уровня, выступают на городском чемпионате в новом качестве. В качестве судей. Это и большая ответственность, и новый опыт, говорят спортсмены. Раньше мы выступали как участники в детстве, начинали свой путь так же, как сейчас ребята, дети. Но сейчас уже доросли до того момента, когда можем уже судить сами. Также мы выступаем на более крупных соревнованиях, как чемпионат России, выезжаем в разные города на соревнования. Сегодня тхаквандо в Сочи – один из популярных и стремительно развивающихся видов спорта. Им серьезно занимаются порядка тысячи сочинцев. Кстати, наши земляки достойно представляют не только город, но и страну на международной спортивной арене. В том числе и на чемпионате и первенстве Европы, которые на днях завершились в Эстонии. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.